Вы, конечно, тоже хотели бы посмотреть, как мы с Максимом перевернули квадроцикл. Как потом я другой квадроцикл утопил. Вы бы также хотели посмотреть, как я на большом автомобиле, маленький автомобиль протаразил. Все это вы бы могли сделать, если бы у нас был эфир. А у нас есть эфир. Дело в том, что я уже три года назад продемонстрировал вам все то, что я снял. И все это на телеканале YouTube. Вы можете писать под заголовоком YouTube. Там есть такая штучка. Поиск Челейкин, либо Челейкин по-английски. Выйти на меня и посмотреть все то, что мы вам показали. А мы вам показали полторы тысячи сюжетов. Если бы все это дело у меня в голове было чуть раньше, я вам показал 3000 сюжетов. А именно столько мы сняли за то время работы, которое я эфире. Конечно, вы бы хотели посмотреть, как мы прокатывали машинки на тест-драйве от Мира Экстрима. И все это дело было в прошлую субботу. Но тогда была температура минус 30 градусов. А сегодня чуть-чуть другая температура. И вот мы вам говорим, что мир Экстрима, который располагается здесь, на Голливуде, на 1А, вам показывает, как это необходимо делать. Хоть это был и мороз, но это правило. Уж нас-то южноуральцев морозом-то не пронять. И мы катаемся по снегу. И когда у нас очень холодно, да потому что с холодом у нас и очень жарко. И наш город Металла не боится ни жары и ни холода. А тем более, когда у нас есть мир Экстрима, коей в центре Южного Урала, в месте, которое славится всем. А это горнолыжный центр Металлург, что на озере Банном, проводит тест-драйв Хонды. Мы стоим рядом с квадроциклом Хонда. Замечательная техника, просто классная. Потому что и машины-то у них резвенькие такие, да, Хондочки все. Как машинка? Ну вообще Хонда идеальный вариант. В плане, вот допустим, погода сейчас такая очень холодная. То есть сейчас днем распогодилось, а с утра было минус 30. То есть мы когда приехали сюда, привезли, было минус 30. На удивление, завелась без проблем. То есть, как бы, проблем вообще не составило ни хлопот, ни что. Мы завели, выкатили. То есть, такие суровые довольно-таки условия. Как бы, а Хонда и это Япония-производитель. Там у них, в принципе, таких морозов-то и не бывает. Но, тем не менее, здесь справилась техника без проблем с этими условиями. Да, это Хонда. И этим все сказано. Хонда делает все для людей и в любых климатических зонах. Хонда, представленная миром экстрима. И вы рано или поздно свой выбор-то сделаете. Да потому как нигде более вы не найдете то, что здесь есть. Мир экстрима – правильное место, которое вам дает понять и драйв, и адреналин. Да вы сами-то посмотрите, как в минус 30 люди ездят на Хонде. Огромное спасибо за то, что вы предоставили нам этот замечательный праздник. Погода подвела немножко. Все-таки температурный режим сегодня не соответствовал нашим ожиданиям. Потому что 35 градусов температура, конечно, не для покатушек на квадроциклах. Снегоходы как бы нормально, все. Но квадроциклы хоть с трудом, но завелись в такую температуру. Но мы сегодня представляли на покатушках все-таки три бренда. Люди могли оценить все три бренда. Это Хонда, это Артикет и Сефимота. То есть Сефимота – квадроциклы. Две модели катались. Две модели еще новые стоят на педестале у нас там. В этом году они выпустили Z8 серию. Очень интересная машина, я думаю, перспективная. То, что касается Хонд. Ну, вот эта самая топовая Хонда 680-я. Еще оснащена G-Wilts'ами. То есть обалденная проходимость. Да-да-да, эти штуки называются G-Wilts. То есть она позволяет ездить везде, да, я так понимаю, и зимой в том числе? Снегоход, конечно, не заменяет, но вообще они были разработаны для песка. То есть песка для песка, для болот. Но и, как сегодня показали наши испытания, то есть, конечно, достойно вели себя и в снегу. То есть двигаться позволяет, конечно, не заменяет, еще раз говорю, снегоход. Но если вот так вот, альтернатива, чтобы надо где-то переехать зимой, то есть они позволяют это делать. При небольшой их неистоимости. То есть прекрасная штука. То, что касается артикетов, допустим, сегодня мы предлагали прокатиться на горных моделях и на утилитарных. Утилитарники представлены были как двухтактным, так и четырехтактным двигателем. Отличается тоже довольно-таки сильно. Двухтактный 64 лошади, четырехтактный 125. То есть люди оценили, то есть прокатились, понравилось довольно-таки. На разнообразии, то есть двигателей было представлено. Ну и горная модель, конечно, у кого были права, тоже могли ощутить, что это за машина. Вот так вот работает в мире экстрима. Показывает вам тест-драйв и еще там машинки везде, где хочет. И потому что они знают, с кем надо работать. А работа надо только с программой.